Всем привет! Вы на канале Crazy Trackers. Мы очень просили обзор нашего легкоходного снаряжения. И вот, наконец, мы его решили сделать. Обзор всего нашего снаряжения мы снимали в горно-алтайске на съемной квартире перед походом. Вес нашего снаряжения вы будете видеть отдельно на экране. Усаживайтесь поудобнее и давайте начинать! Вопрос, как все это нам уложить в эти два рюкзака. Мой на сколько литров? На 48. И мамин на 50 и плюс 10 литров клапан. Самое главное, с чего нужно начинать облегчать ваше снаряжение, это коврик, спальник и палатка. Если эти вещи у вас тяжелые, облегчать вес рюкзака за счет других вещей просто нет смысла. Вот это наши коврики, на которых мы спим, отдыхая после тяжелого дня. Вот это спальник Севера и Ремиус 10. У нас их два. Он находится в компрессионном мешке, потому что мы его везли в ручной кладе. А в походе он будет жить в гермочехле. Вот так он будет видеть, когда он не в гермо. На нашем канале есть обзор спальника и ковриков. Если вы собираетесь в поход на Алтай, то обязательно возьмите с собой гермочехлы. Советуем вам на них не экономить. Один обязательно на весь рюкзак большой. В рюкзак вы запихиваете и туда укладываете вещи. И обязательно дополнительные гермочехлы для спальников, потому что если идет сильный ливень, то промокает весь рюкзак. Он, не знаю, там промокает даже несмотря на чехол, который на рюкзаке надет. Поэтому лучше перестраховаться. А также лучше взять еще небольшой гермочехол для техники. Чтобы в случае ливня уберечь ваши ценные вещи. А вот это, можете подумать, что это палатка МСР, но это не она. Это просто от нее чехол, потому что он нам нравится, он красивый. А внутри палатка Трамп? Внутри палатка Трамп, которая уже доживает последние свои дни. Надеюсь, что она не развалится в этом походе. Колышки у нас тоже от палатки МСР, но они перепилены для палатки Трамп. И тем самым облегчили вес дуг почти на 100 грамм. Короче, у нас гибрид палатка Трамп переделана. Частично какие-то детали от палатки МСР. Обзор на наши палатки вы можете увидеть на нашем канале. Ссылка будет в описании. Очень познавательное видео, кстати. А это тонкий коврик, который стелится в палатку. Это трекинговые палки Nature Hike. Они помогают нам не упасть под тяжестью рюкзака, особенно в первые велики. Про наши трекинговые палки мы обязательно выпустим отдельное видео. Вот это наш тент из поликром, на который тоже есть видео. Будучи начинающими туристами, мы брали с собой много лишней одежды. Запасные штаны, запасные футболки, много трусов, много носков. И кучу кремов. Сейчас мы так не делаем. Это футболка и шорты, чтобы было что надеть, когда мы стираем нашу ходовую одежду. Выбирали по принципу «чем меньше, тем лучше». И это теплая шерстяная юбка для того, чтобы греть нашу заднюю точку вечером. Это мой ходовой баф, он уже легендарный. Я его ношу и в походе, и не в походе, везде. Это тепленький баф, на всякий случай. Это Олесин баф. Это перчатки, которые защищают руки от солнца. Монбелл. Монбелл. Микроновая. Это новая. Кстати, очень здорово облегчается объем и вес за счет курток. Переходим к утепляшкам. Это куртка Arcterics Atom LT. В сложном виде она вот выглядит вот так и занимает совсем немножко места. А в разложенном виде она выглядит вот так. Это моя. Да, это Олесина куртка, это моя. Они вообще ничего не весят. Заменяют и флиску. Да, то есть они как можно использовать как ходовые, как утепляшки, и как подушки. Короче, как все что угодно использовать. И они еще защищают от дождя немножко, то есть они не сразу даже промокают. Маст хэп. В общем, просто шикарная вещь. Обязательно нужно брать с собой пуховки. Это пуховая куртка Олесина. И секонд хэнда. Это моя. Монтбелл. Монтбелл. Да, она занимает гораздо меньше места, но они обе без капюшона. Вот эта универсальная ветровка Ерец от Севера тоже занимает минимум места. А я борюсь за каждый грамм и за каждый кубический сантиметр. Вот это леггинсы теплые Севера. В них мы спим и сидим вечерами. И к ним прилагается теплый шерстяной свитер. Олесин и мой. Это моя шапка. Тоже шерстяная. Тепленькая. Олесин шапку в прошлогодние, которая... Она постоянно на ней угорала. Она ее решила не брать. Это была дурацкая шапка. Да, это была дурацкая шапка, поэтому она будет спать в бафе. Вот это Олесины теплые носочки. А мои теплые носочки я забыла взять. Представляете, придется их покупать теперь мне в Тюнгуре. Вот это вот леггинсы более прохладные. Потому что в Тюнгуре спать очень жарко. И это носочки прохладные. Для сна. Для сна, да. Чтобы не пачкать спальник. И не передавливать ногу. Мы очень трепетно относимся к спальникам и спим всегда в одежде. Теперь дождевое снаряжение. Олеся решила выпендриться. И взяла мембранную куртку. Патагония. Патагония, да. Которая такая достаточно большая. Возьми в другую руку. И тяжелая. Для сравнения вот куртки, которые мы в прошлом году носили. Вот моя курточка. Месипусенькая. Это багр от Севера. А это вот Патагония. Смотрите разницу. Вот это наши дождевые юбки. Прелесть. Да, вот эта прелесть. Она вот такая вот. Защищает нас от дождя. Чтобы не мокли наши ноги и колени. Заказывали из Америки. Да. Шикарная вещь. Легкая вообще ничего не висит. Вообще, да. Ничего не висит. Место не занимает. Защищает от дождя. А, вот это гамаши из Декатлона. Обычные. А вот эти гамаши не из Декатлона. А из какого-то другого магазина. Ну, с одеждой все, собственно говоря. А еще моя боль. Вместо моей подушки Биг Агнесс. Которая начала травить. Пришлось купить подушку Нейча Хайка. Она весит в два раза больше, чем моя Биг Агнесс. Она весит 100 грамм. 100 грамм. И она в два раза больше места занимает. Ну, лучше, чем ничего, да. Но для меня это боль. Потому что я не люблю тяжелые вещи. И большие. Мы в поход с собой берем два полотенца. Одно побольше на двоих. А другое поменьше вафельное. В принципе, нам действительно хватает только двух полотенец. А вот это такое вафельное полотенчик, оно маленькое, тоненькое. Оно ничего не занимает. И вообще не используют для хозяйства. Да, мы им вытираем палатку. Мы им вытираем, ну, вообще все вытираем. Иногда мы в него выжимаем носки. Там какие-то вещи, которые мы постирали, чтобы они быстрее высыхали. То есть такое универсальное это вот полотенчико вафельное. Вообще шикарная вещь полезная. Перейдем к кухне. Это наш котелок, в котором можно готовить на огне. А готовить, если мы будем на огне, то это будет на щепочнице берется. Валгу титаниум. На щепочнице у нас тоже есть небольшой обзор на канале. Из Валгу титаниум у нас также есть титановая лопатка. Готовить мы будем также на газу в этом котелке. Вафай и Мейпл. Здесь у нас якобы 450 грамм газа, но по ощущениям что-то будто легче. Ну да. И горелка. Титановая горелка Файмейпл. Это спиртовка. Скорее всего, мы ее будем использовать, потому что мы купили целые пол-литра спирта. Да. Мы разобьем, наверное, там и просто подожжем весь лес. Ой, как мы вонем. Нет, мы не будем поджигать весь лес, Алиса. Мы будем попробовать все-таки это сделать как-то более безопасно. Екарный бабай. Мы психанули и купили вот такие брюкеты для ружины. Да, потому что мы в прошлом году очень долго разжигали щепочницу. Мы решили, что мы подстрахуемся. И на случай, если дрова будут очень мегасырые, мы будем пользоваться вот такой штукой. У нас еще есть ветрозащита. Эту штуку мы сомнем и будем ей накрывать газ вот так? Нет, не так. Ой, я вот так вот так. Прошу прощения, слегка перемудрила. На самом деле все выглядит гораздо проще. А, еще у нас есть тарелки от Sea to Summit. Это мамина. В прошлом году эти тарелки сожрали наглые мыши, поэтому в этом году мы будем более внимательными. Вот моя такая типичная мамина зеленая. У нас есть две титановые кружки. Они супер-мега легкие, удобные и приятные. Просто это must-have. А это наш любимый термос Monbelle. Даже не знаю, что бы мы делали без него в походе. У нас с собой две двухлитровые фляжки HydroPack и две полулитровые фляжки для питья. Тоже HydroPack. И этого нам достаточно. Это просто идеальная комбо. В случаях, когда приходится тащить с собой воду на стоянку, где нет воды. Нам достаточно набрать вот эти две двухлитровые фляжки. И все. В кухне вроде бы мы закончили. А вот наше зарядное устройство. В этом году мы решили себе взять в поход не один, а целых два пауэрбанка. Потому что мы будем снимать гораздо больше контента для вас. Ставьте лайк, если хотите больше контента. Вот такие они. Один пауэрбанк. 20 тысяч ампер часов. И вот столько там разъемов. Это очень даже достаточно для нас. Хороший очень адаптер. И тут много тоже разъемов. И на всякий случай взяли легкий какой-то дурацкий, но он тоже заряжает и работает и верно служит. Наши провода для телефонов. Только два. Собственно, их нам хватит. Один по длине, другой покороче. Все это мы храним. Но не все это. Это провода. Мы храним вот тут. Это пакетик от TechCover. У нас еще вообще-то есть гермомешок, в котором это все будет лежать. На всякий случай. Да, чтобы не промокнуть. Этот только что зарядился. Мы его сейчас уберем в пакетик. И к нему привлекается проводок. Еще у нас есть налогные фонарики. Этот у нас на 550 люмен. Новый. А этот? А этот на 400. Про фонарик у нас будет отдельное видео. Это термоодеяло. В прошлом году мы брали только одно, по-моему. Да, и постоянно не хватало нам на пол палатки защищаться от солнца. А теперь взяли два. Чтобы укрыться как следует от солнца. Еще у нас есть два мячика. Мама на меня наорала очень сильно из-за того, что я взяла второй мячик. Не послушав его. Потому что он тяжелый. Когда мы будем в хлам уставшие, мы будем эферить свои стопы. Либо подкладывать под ягодичные мышцы, чтобы их расслаблять. И не только под них. Можно подкладывать под лопатки. Рабочие перчатки, чтобы в них, например, ломать палки или делать какую-то грязную работу. Есть сидушки, которые очень компактные. И компактнее сидушек в нашей жизни и удобнее еще пока не было. Нет, компактнее были, но они были более тонкие. Сяду. Еще у нас есть что это вообще? Это веревки. Веревки. Незаменимая вещь. Потому что на них можно вешать, сушиться свои трусы и носки. Не только. Вообще-то растягивает на них тент, на эти веревки. Да. Это очень важная супер вещь. Помимо веревок у нас с собой еще было 10 прищепок. Которыми мы закрепляем спасательное одеяло на палатке. Или используем для сушки белья. А еще тоже важная вещь. Туалетная бумага. Ага, всем рекомендуем. На все случаи жизни. Без нее, конечно, существует мох, но лучше пользоваться бумагой. Как любой турист, мы все равно с чего-то начинали. И здесь вы видите раритетные вещи, которыми мы когда-то пользовались. Тут ижевская пенка, большие объемные тарелки. Очень хорошие, удобные. Но они легкие на самом деле, но мы же еще стараемся уменьшить объем, а не только весь. Да, объем это тоже очень важно, потому что рюкзаки у нас небольшие. И вот эти тарелки, к сожалению, за свои формы, они не помещаются часто. Наш первый армейский котелок, которым мы пользовались много лет. Ой, я за мороженки. Фляжки спортмастера алюминиевые. Кстати, тоже очень удобные. Но тоже занимают объем. Наши спальнички. Ну, вот такие у нас были спальники. Одни из первых. Это доэтеры. Очень, кстати, хорошие. Но это для похода по Крыму. У них температура плюс 9. А вот куртка моя, литровка, которой я прошла много-много походов по Крыму. Это была моя единственная утепляшка. И секонд-хенда. Очень удобная. Я ее до сих пор храню, потому что иногда даже ее ношу. У нас столько вещей из секонд-хенда. Да, а вот это очень удобная утепляшка, тоже как светорочек шерстяной. Представляете, сколько она занимает миска. Тоже секонд-хенда. Очень хорошенькая, тепленькая, но объемная, к сожалению. А вот это моя рубашка, в которую я ходила в походы. Она вся уже дырявая, заштопанная. Видавшая виды. Видавшая виды, любимая такая. Ну, короче говоря, в этих вещах мы проходили большую часть своих походов. Но, к сожалению, для Алтая такие вещи не подходят. Поэтому мы как раз-таки накупили кучу всякого легкоходного снаряжения, подходящего для Алтая. Которые занимают меньший объем и гораздо легче, чем эти. В Горно-Алтайске мы забыли вам показать, но вообще мы с собой в поход берем супер-мега косметичку. На косметичку и аптечку мы хотим снять отдельный обзор. Иначе это видео затянется надолго. А! Еще, конечно же, у нас с собой были незаменимые кроксы. Они объемные, но зато ничего не везет. Да, это такой компромисс, на который мы пошли. Потому что в кроксах ходить намного удобнее, чем в тапках без носов. И мы же в них же возвращались с Горно-Алтайска, потому что наши ботинки приказали долго жить. Большую часть наших рюкзаков занимала еда. Если бы не легкоходное снаряжение, столько еды у нас бы точно не поместилось. Перед вами наша продуктовая раскладка на 20 дней похода. Раскладки, которые приготовила мама собственноручно. Это пюре с яичным порошком и грибами. Это гречневые хлопья с соевым мясом и приправами. Это гречневые хлопья с приправами и грибами. Это рисово-пшеная каша с молоком для мамы. Это вермишель, яичный вермишель с соевым мясом и помидорами. Здесь у нас фунчоза, к ней идут приправы и курица. Да, сублимированная курица. Да, кстати, сублимированная курица. Вот из таких же пакетов. Вот, например, у нас индейка есть, которую мы добавим к супу, чтобы он был не таким жидким. Вот, еще у нас есть и говяжий фарш, тоже это тоже фирма. И куриная грудка. Да, это у нас как бы дополнительный, так сказать. Дальше у нас рис с приправами и помидорами и соевым мясом. У нас есть суп чечевичный, но сюда мы ничего добавлять не будем, он так вкусный. И отдельно крупа киноа, которую мы будем тоже разбавлять специями и мясо, наверное, добавим. И гречка точно так же, мы с ней что-нибудь придумаем уже на месте. Здесь есть перчик, есть еще сушеные помидоры отдельно у нас. Которые мама сушила сама. Перец и укроп. Типа степень, которую нужно варить, но это как бы прям ценная еда в походе для разнообразия. Это рис с говядиной. Говядина и гречка с курицей или индейкой. Дальше у нас нори, водоросли. Ну, это как вкусняшка, жевать. Еще мы взяли отруби, чтобы была клетчатка, пшеничные и аксаны. Вот, на две пачки. Дальше еще запасные белые грибы, которые мы тоже рассасуем в пюре, которое мы дополнительно взяли. Потом сделаем с ним точно такое же. Когда освободятся пакетики, мы их расфасуем. Вот у нас супы пошли. Это на перекус. Грибной, гороховый. Потом Роллтон крем-суп с грибами и куриный. Ну, это быстро на привале заморить. Да, чисто, чтобы было что-то теплое. И вот такие Asian Fusion суп с морским грибушком. И вот туда хорошо добавлять вот эти нори. Да. Для сытости. Да, для вкуса. У мамы пармезан. 200 грамм. А у меня сыр в косичках, и мы его купим еще в тюнгуре, потому что две штуки слишком мало. Оливковое масло. А мое масло вот. Я его упаковала, чтобы оно... Это топленое масло. Да, это топленое масло. Здесь пол-литровая бутылка, короче. Сгущёнка. И мы взяли кучу шоколадок. Да. Пикливики, сникерсы, тупло есть у нас. Еще мы взяли сухарики, потому что они успели насушить своих. Ну, тут с разными вкусами как бы. Мы исправили прошлогоднюю ошибку, взяв, наконец-то, орехи. У нас тут вообще фисташки, миндаль, грецкий, кешью. Это источник селена. Ладно, окей, изюм. Еще у нас есть, собственноручно, сделанный мамой. Апельсинки. Тут тоже апельсинки. Да. 190 грамм апельсина. А тут почти полкило апельсина получилось. Это просто золото в походе, манго сушеное. Просто прелесть. И цукаты из помела, из имбиря и макадамия. Сюда положим к орехам. У нас есть еще казинаки, гематогены. Пригодится на перевале особенный в трудные дни. Халва. Ну, сахар, какао. Халки, но сахаром. Какао с молоком сухим. И две пачки какао, золотой ярлык. Да, она вкусная. И вот у нас стрипсы камчатки. Вот это все надо будет как-то упихнуть в наши рюкзаки. Мы еще забыли упомянуть печенье, которое мы купим в Тюнгуре. Потому что если мы купим его здесь, то по дороге в Тюнгуре оно все разломается. И еще самый главный лайфхак. Как это все поместить в рюкзаки. Когда вы упаковываете рюкзаки, не нужно складывать еду в мешок и запихивать в рюкзак. Нужно складывать все рандомно. По отдельным каким-то частям. Да, то есть вот вы положили спальник вниз и начинаете пихать одежду отдельно. Не надо тоже одежду в мешок складывать. Отдельно там носочки во все пустые места пихаете. Там мешочки с едой, там носочки, штанишки. Поэтому не нужно бояться, что она сомнется, например, в спальные штаны. Вы их просто пихаете туда, заполняя пустоты. И таким образом в него все помещается, как ни странно. А палатка обычно идет на самый верх. Потому что, когда вы приходите на стоянку, первым делом вы ставите палатку. Да, и если палатку упаковать вниз, то вам придется все вытащить, как мы раньше делали. Мы так же делали раньше. Это было ужасно, когда особенно начинается дождь. А для того, чтобы поставить палатку, надо все вытащить из рюкзака. И оно лежит, все мокнет. А вы там ее ройтесь, ищите где-то. Поэтому мы сначала ставим палатку, запихиваем туда рюкзаки, и там уже все вытаскиваем. Да, и потом все вытаскиваем из рюкзаков уже в палатке. Да. Мы хотим снять отдельное видео про то, как мы организуем порядок в палатке. Если вам это интересно, напишите в комментариях. Многие новички допускают ошибку при укладке спальника. Они его зачем-то сворачивают в ролл, и таким образом пытаются его затолкнуть в стихол. Так же делали и мы, как мы только начинали. Да, мы в спальнике, мы его так пихали, мы так аккуратно сворачивали. Вот спальник мы пытались свернуть в рулон зачем-то, а потом, достав чехол, пытались его туда затолкнуть. Это просто невозможно, и смысла в этом нет. Зачем это делать, непонятно. Мы его просто теперь заталкиваем как есть. В общем, суть в том, что в рюкзак все нужно просто запихивать, чтобы заполнять пустоту, и ни в коем случае не нагромождать какими-то большими кусками. Типа мешок с вещами или мешок с едой. Все вот так вот тык-тык-тык-тык-тык. И тогда все точно поместится. Наши рюкзаки мы тоже выбирали как можно легче по весу. Ну, свой рюкзак я покупала в 2011 году, это было давно. Он у меня весит полтора килограмма, Arcterics. А мой рюкзак Bach Molecule весит килограмм. Я не знаю, правильно ли я произнесла его название. Молеклю, ну да, будет Bach, но мы называем его Bach. Перед походом я решила усовершенствовать Олесин клапан, потому что у этого рюкзака был какой-то еще такой плоский, и туда ничего не помещалось. Поэтому я отнесла его в ателье, и нам его сделали таким вот более вместительным. Нужные вещи необходимо класть поближе, так, чтобы они были в зоне доступа. Например, в клапан. Например, да, вот мембранные куртки, которые могут пригодиться во время дождя. Любой момент. Ложить в клапаны рюкзака, чтобы можно было их быстро достать. Или перекус. У нас, например, в клапане рюкзака лежит, у меня там два отделения, в одном лежит мембранная куртка, теплая куртка, а во втором отделении лежит перекус. И мы очень быстро пришли. Раз, да. На привал пришли, открыли, достали, что-то там поели, и пошли дальше. Сидушки, которые нам могут пригодиться на привале, мы кладем либо в боковые карманы рюкзаков, либо прямо под чехол, чтобы раз, и ты достал сидушку. И еще очень одна важная вещь. Мы с собой брали ремнабор. Называется T-Rate. Он нам пригодился, когда мама порвала свой спальник, и пришлось заклеивать. Потом мы заклеивали гермо-чехол из Polycro и гермо-чехол для пауэрбанка, когда он немножко порвался. Поэтому это очень хорошая вещь. Да, он очень хорошо держит. Я советую его. Я покупала его три года назад для первого похода по Алтаю, и он до сих пор действует. Нормально работает. Хорошо клеит. Это был обзор нашего легкоходного и компактного снаряжения. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и дайте нам знать, что вас еще интересует. А может быть, у вас есть какое-то еще более легкое снаряжение, о котором мы не знаем. Поэтому поделитесь с нами, пожалуйста. Да, обязательно делитесь, потому что я прямо фанат. Мама будет любым советом рада. А также вы можете поддержать нас донатом, чтобы наш канал развивался. Реквизиты будут в описании. Специально для вас мы составили список одежды и снаряжения с указанием веса каждого предмета. Еду мы потом распределили более равномерно. И поверьте, для нас такой вес – это очень тяжело. С вами были Crazy Trackers. До новых встреч и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»